всем привет добро пожаловать в новый влог давайте начнем его с прогулки по икее и дальше я покажу вам свои плановые ну не совсем приобретения мой любимый отдел это все для кухни для столовой конечно же это всевозможные бокалы стаканы формы для выпечки не всегда но иногда можно найти достойные тарелки но то что я отмечаю для себя и все реже и реже наведываюсь в икею и также цены становятся все более кусючими и каждый раз мой чек составляет минимум 100 долларов чтобы я не покупала даже по мелочи я также советую вам всегда обращать внимание на то насколько практичные вещи которые вы планируете приобрести у нас довольно много всего из икеи я скажу вам по секрету что в планах на этот год у меня также сменить несколько элементов мебели которую мы здесь покупали хочется чего-то более интересного и наверное даже надежного ну а так какие-то мелочи из декора какие-то приятности почему бы и нет я рассматривала тюль но ни одна из них мне не понравилось мне хочется чего-то легкого чего-то прозрачного без каких-то цветочков но ни один из представленных сейчас вариантов нашей икеи мне к сожалению не понравился да что ж такое я минут 15 уже пытаюсь начать снимать не что-то попало в глаз и все хоть никак нам уже можно выходить у нас отрицательные результаты и у меня с каждым днем все больше и больше сил и вы знаете у меня такое непреодолимое желание навести дома порядок как-то расхламиться все поскладывать как-то перед праздниками то не было времени я занималась подготовкой к рождеству потом мы уехали моей маме в украину потом приехали заболели и знаете это все лежало мне было не до этого и теперь я как очнулась как проснулась думаю боже как кто вообще сделал это все почему столько стирки почему там все один в своих местах и так получилось что сегодня мы были в икее и на самом деле я не была в икее уже давненько и так много всего появилось я также уже конкретно знала что мне нужно приобрести и помимо всяких там безделушек мне еще хотелось бы купить два письменных стола для мальчиков но так как я была с детьми то было не до этого в общем хватало все то что мне нужно было и сейчас я тут вот все принесла из машины сегодня мальчики поехали ночевать бабушки томик поехал в чехию по делам и у меня свободный вечер я подумала что во первых я покажу вам что я купила а во вторых я начну потихоньку наводить порядки дома там где это необходимо сделать я не знаю что из этого получится насколько мне хватит сил но хотя бы к семи я уже не вырубаюсь потому что раньше особенно в последние дни болезни все еще присутствовала такая слабость что я отключалась меня никто не мог сдержать я могла уснуть стоя вот правда сил не было а сейчас и такой прилив энергии и в принципе желание жить дальше что-то делать и давайте поехали с покупками языке и первое что у меня есть это большой тканевый органайзер размера xxl я его обязательно разложу и сложу туда то что не поместилась в точно такой же я не знаю как вы а мне очень удобно так делать то есть я какие-то сезонные вещи просто достаю из шкафа и прячу за кроватью вот и потом когда наступает другой сезон я это все аккуратно развешиваю а теплые например вещи убираю и то же самое происходит с летними таким образом я все вижу в своем шкафу он у меня не такой-то и большой вот если у вас немало вещей то такие органайзеры спасают и в принципе в них можно сложить все что угодно здесь у меня большая коробка коробка мне тоже нужно это вообще была одна из моих целей поездки в икею потому что я все еще не купила новые шкафы для мальчиков потому что ну как-то помещаемся но все равно есть какой-то не совсем хлам и но мальчики любят там переодеваться у них боксерские рукавицы и какие-то там пистолеты и короче нам уже не хватает чего-то для организации поэтому большой контейнер отправиться в детскую комнату и вы знаете мне нравится то что в икею вот эта линейка под названием сейчас я найду самла вот они компактно складываются друг на друга причем независимо от того большой это контейнер или маленький и вот этим контейнером также можно докупить еще и крышки то есть можно поставить друг на друга да мне сразу попалась самая нужная вещь в кухне каждой хозяйки но было несколько ситуаций когда думаю почему у меня нет кондитерского шприца то есть я хотела что-то там украсить потом маффины собиралась делать с кремом и действительно у меня нет этого шприца он нужен не всем согласна с этим абсолютно но я никогда не видела чтобы они продавались в икее вот видите есть несколько насадок также есть такой нож который помогает разделить например торт на несколько частей или бисквит нарезать ну короче я думаю что я найду ему применение тем более что за последние годы я начала чаще что-то печь чем раньше меня не отпускает идея реорганизации моей обуви и пока что я взяла две вот такие штучки для того чтобы поставить несколько пар обуви и если у меня с ними все получится то я потом докуплю еще парочку ну сколько у меня там поместится в шкаф прихожая это моя боль это то что у нас не то чтобы не получилось это было последнее помещение которое мы организовывали во время ремонта и мы еле нашли мастера который сделает нам под заказ шкаф и как-то вообще я уже пустила все немножко на самотек поэтому сейчас до сих пор пытаюсь как-то привести в порядок я решила обновить сковородки и причем я вообще купила бы еще несколько со временем они изнашиваются и иногда когда я покупаю сковородки с тефлоновым покрытием я прошу томика пожалуйста не вилкой не ложкой вот железной по ним не надо возить а он говорит а мне нравится вот так готовить или есть прямо из сковородки и ну хоть приклеивай наклейку что это для тебя а вот эти пожалуйста оставим мне это какая-то знаете супружеская война из-за этих сковородок но я наверное так и сделаю вы знаете это может и смешно но я вижу что томик поцарапал мне практически все мои сковородки и также некоторые которые у меня есть они не жарят а как будто тушат что ли наверное это тоже хорошо ну короче мне не хватало еще несколько сковородок и те которые томик испортил нужно отправить на пенсию или приклеить ему реально наклейку пусть себе пользуются и с ложкой или вилкой из них как ему нравится как в детстве тефлон это тоже не есть хорошо я в курсе блин наверное в современном мире невозможно жить вот по правилам пп и всего остального я пользуюсь такими сковородками и пока что я не созрела для того чтобы как-то отойти от них взяла себе вот такую у нее средний размер и она также с широкими бортиками довольно особенно когда немного готовишь это удобно и третья сковородка для блинов она с толстым дном и сушить она такая тяжелая если томик не будет сушиться я его сковородка я конечно шучу с ним не деремся но если он продолжит есть из моих новых сковородок то ему точно достанется и знаете в икее была еще одна сковородка именно для блинов таким с таким большим диаметром но мне нравятся блинчики маленькие и тоненькие и еще иногда использую сразу несколько сковородок для того чтобы ускорить процесс у меня одна есть только она с высокими бортиками не были не блинная посмотрим я протестирую и потом отпишусь вам но я думаю что сковородка как сковородка у меня есть посуда из икеи кастрюли и вот кастрюли кстати нормально только я всегда беру те которые подороже это девчонки такая сетка нужно разрезать секунду в общем сетка для сушки для сушки выпечки например для сушки вафель вот вы замечали например пожаришь вафли в вафельнице потом начинаешь выкладывать их на тарелку и они как будто приют и перестают быть такими хрустящими и то же самое с хлебом вот например у меня было я выложила его на досочку и он стал таким влажным и он просто-напросто зацвел со временем нужно его после выпечки просушить ну то есть дать ему просохнуть чтобы вот эта влага не ушла вниз и я когда-то видела другие сетки я не знаю где их приобрести я видела в инстаграме у девчонок ну подсмотрела такую в икее думаю возьму так она выглядит конечно можно использовать сетку которая прилагается к духовке но так как она не всегда чистая потому что некоторые кладут прямо на нее что-то не будем называть кто вот и я подумала что возьму себе отдельную сетку и моя проблема будет решена так что сюда выкладываем вафельки или какую-то выпечку и все дольше хранится и такое прикольное хрустящее и здорово то что ножки складываются ее можно компактно хранить в кухне свечи ну самые обычные свечи и это не плащущие свечи то есть когда они горят то они не стекают и не портят подсвечники в икее есть и другие белые длинные вот такие но они очень часто падали у нас потому что ну как-то то задевая что-то это так знаете на один вечер зажечь и они себе спокойно догорают до конца и я могу вставить новые ничего не нужно вычищать после них здесь большой набор раз два три 4 5 5 ну штук двадцать наверное здесь до для блондинки написано далее это новинка сейчас открою покажу что это такое в общем это силиконовые такие крышки они есть круглые и прямоугольные также тянутся можно подогнать под вашу какую-то мисочку вот например остается салат там да а плюс у меня что-то другое в холодильнике чтобы этот запах не разносился то такие штуки должны выручать у меня есть типа такая как шапочка можно сказать она из полиэтилена но вот эти более прочные так как они силиконовая одна вот такая зеленая и 2 вторая розовенькая поменьше я думаю что если заморочиться то нечто похожее можно найти и на алике у меня где-то там было что-то в любимом но я решила купить в икее если найду аналоги на алиэкспресс возможно даже дешевле я оставлю вам ссылки внизу но обещать не буду я купила в икее потому что увидела и так было быстрее не нужно ждать доставку и вообще я могу об этом забыть это не обязательная покупка не знаю как вы а я вот как только убираю елку я начинаю ждать весну у меня еще день рождения на следующей неделе но я хочу уже купить какие-то весенние цветочки они тут же у нас появляются после нового года во всех супермаркетах и в цветочных магазинах и в икее соответственно и я взяла это даже не нарцисс нет на написано нарциссы но по моему нарциссы это когда белый цветок и желтая серединка куда-то затерялась наша открывашка для консервных банок и очень часто можно купить что-то в жестяной банке что вот так автоматически открывается но иногда вот эта петелька ломается и ты потом с этой банкой носишься просто как курица с яйцом и не знаешь как и и вскрыть начинается молоток нож по пальцам попадаешь я подумал кому нужны эти заморочки поэтому купила себе открывашку так как буквально каждую неделю у нас происходит нечто такое я решила больше не париться несколько лопаток конечно девчонки я бы с удовольствием приобрела себе светленькие какие-то красивые но уж есть что есть и опять я увидела это на месте и решила уже не искать а просто купить уже да не запариваться это это лопатка для блинов кстати у нас с вами скоро масленица да и я недавно где-то слышала что кто-то готовит на блины с пудингом с вот этим порошком именно нужно поискать какой-то рецепт я попробую если будет вкусно то тоже поделюсь с вами вот такая лопаточка дальше самая обычная но она больше чем мои тоже черная вот такая есть и дешевле и есть наборы целые в окей но я решила взять вот такую ею можно и переворачивать что-то набирать помимо этого мне показалось будет удобным использовать вот такую ложка вилку для макаронов или для того чтобы там яйцо выловить что-то такое но в основном для макарона да они силиконовая должны тоже хорошо служить во всяком случае силиконовые действительно дольше как-то и нормально выглядят и не царапаются не окрашиваются чем деревянные вот эти интересно нужно чем-то обработать или нет но деревянные конечно очень красиво выглядят и не царапают все вот эти сковородки кастрюли взяла обычную ложку и похожую лопатку похоже да и силиконовая и это деревянная это у нас пакетики многоразового использования они есть разных размеров они еще закрываются здесь была перфорация и все должно было пройти по-другому но я открываю очень красиво вот такие маленькие и очень удобно хранить какие-то гвоздики какие-то булавки что-то вот такое знаете мелочевку которая вечно везде по дому находится и потом ты не знаешь куда это приткнуть и второй побольше и мальчики тоже для лего иногда их используют здесь хороший вот этот замок то есть если все скрепить то не будет высыпаться силиконовая мата для выпечки такие есть на алике у меня у самой она была но но кто-то умудрился на ней что-то порезать и я решила просто взять дополнительную и тем более что мне одной не хватает у нас есть еще и большие языки но дети часто их используют тогда когда рисуют что-то там красками например да чтобы не пачкать стол то они берут большие такие маты языки когда раскатываю тесто их используя на силиконовая но эту можно как раз использовать в духовке несколько полотенец для рук взяла не белая вот такие бежевые у нас внизу есть санузел в котором я практически никогда не снимаю но это самый часто используемый санузел у нас и по назначению в том числе для того чтобы там помыть руки и дети часто вы знаете прибегают и вытирают грязные руки а белые полотенца поэтому мы уже решили сразу взять вот такие потемнее чтобы это хоть не так сильно бросалось в глаза и лучше ассистировалась а санузел красивый бежево-бело-синий у нас поразбивалась большая часть таких повседневных стаканов нам нравятся большие и и вот эти которые знаете такие граненые из икеи они там стоят копейки и мы покупали их на протяжении многих лет но знаете что помимо того что они могут разбиться это стекло понятное дело но они царапаются в посудомойке они вот знаете как будто потертые такие пожившие и это происходит довольно быстро и в этот раз я решила взять какие-то новые во всяком случае я их раньше не видела здесь такое толстое стекло и они удобны и я вот наливаю себе утром такой большой стакан воды и я не люблю маленькие низкие стаканы я купила 6 штук они у нас продаются в таких коробках может можно приобрести отдельно и я не обращала внимание так как я знала что мне нужно побольше поэтому не выискивала как ни странно я очень люблю салфетки из икеи они есть такие большие и поменьше они не тонкие когда ты что-то вытираешь что они не разваливаются иногда знаете попадает хоть капелька воды и вот начинается они потом везде остаются и просто обычные белые салфетки есть и цветные если вам это нужно а теперь вообще просто знаковый момент наконец-то я не буду позориться своим красным ведром которыми я постоянно что-то миксовала что-то смешивала вот оно выглядит сильно так себе потому что но со мной уже много лет но я не могла найти ему какую-то замену вот она у меня еще со старой квартирой страшно представить сколько ему лет но увидела вот такие в икее а ну-ка давайте откроем это конечно вам не ведро это миски одна поменьше и вторая вот большая большая и вы знаете это здорово что они как прорези прорезиненные внизу то есть не будет вот передвигаться эта миска когда ты что-то мешаешь хорошо есть такой носик чтобы все выливать вроде как я нашла замену теперь не будете меня упрекать за моё красное ведро но я сама давно хотела его сменить если честно также мы были в шведском магазинчике у нас в икее есть магазин с продуктами питания и там можно купить какие-то замороженные штучки у меня в морозилке лежит две упаковки покажу вам что я приобрела на всякий пожарный и еще прихватила вот этот соус если вы были когда-то в икее в самом магазине и там есть ресторан то вы наверняка пробовали вот эти шведские шарики они там подаются с соусом и наверное можно где-то найти рецепт но я подумала что возьму вот такой соус и если у меня не хватает времени то иногда я по-быстренькому запекаю в духовке эти шарики и я соответственно тоже купила сейчас перенесу больше всего мне нравятся вот эти шарики классические и здесь очень-очень много это мясные такие как тифтерки и у меня есть как клюквенное варенье не стала приобретать и и так же я сама готовлю вкусные клюквенный соус а у нас в икее продаются и куриные и так же веганские или вегетарианские какие они там в общем не мясные и вы можете запекать эти шарики в духовке то есть уже не добавляя никакого растительного масла их можно жарить во фритюре но я этого не делаю я выкладываю на пергамент в духовку сколько-то минут как указано на упаковке все готово можно это сделать на сковородке или в микроволновке помимо этого купила замороженные синабоны они очень вкусные в икее и я сама в прошлом году снимала рецепт синабонов очень классное лакомство миллион калорий в одной булочке дети их очень любят и так как мы еще непонятно сколько будем сидеть дома а с синабонами нужно заморочиться их приготовление занимает ну не 15 минут я подумала что возьму почему бы и собственно говоря и так девочки я сейчас быстро все разложу по своим местам и потом покажу вам тот позор который мы развели дома в некоторых местах и тоже буду все складывать перемывать намывать как я рада что я уже не лежу пластом и нет вот этого ощущения что ты ничего не можешь сделать поэтому как видите в бой и с песней я не знаю как мы до этого докатились вот внизу стоит контейнер с вещами для Игната после Захара но на вырост это наши дорожные какие-то сумки детские рюкзаки а вот это если вы подумаете что это хлам это не совсем так это детский хлам который им очень нужен потому что здесь пистолеты костюмы какие-то они очень часто переодеваются играются боксерские перчатки боксерская груша и это все не помещается в наши контейнеры из Икеи тоже где игрушки но я не хочу избавляться от этого богатства потому что они реально этим пользуются поэтому я добавлю еще один контейнер поверх и так и будем жить пока на это место не встанет какой-то более-менее вместительный шкаф пожалуйста тоже что-то выпадает это коробки с инструкциями для лего у нас старый шкаф детский один и второй я вот думаю сменить это все на один большой вот потому что здесь конечно ничего тут скрывать покажу вам все раз прекрасное что происходит ну блин а что делать и еще хочу поскладывать вот эти их фигурки керамические они ходили на керамику в детском саду куда-то просто знаете как память сложить потому что мальчики сюда не заглядывают это все припадает пылью и выбрасывать у меня тоже не хватает совести потому что блин ну они же так старались очень красивые фигурки на самом деле вот тут и какие-то затесались тоже пасхальные украшения что они здесь делают мне не известно и книжек у нас какое-то нереальное количество я уже не знаю где это складировать мы часть берем из библиотеки но постоянно продолжаем покупать и в общем я надеюсь что не у меня одной это все выглядит так потому что мне сейчас очень-очень стыдно Мика что такое Микуша со мной ищет мальчиков теперь по всему дому скажу что такое что у нас так вдруг мало слушайте ну не то чтобы идеально но во всяком случае понятно где что находится так и лежат вещи сюда я сложила костюмы потому что у нас тоже проходит карнавал в школе каждый год и можно конечно это все одалживать но обычно разбирать в общем костюмы нам нужны вот и мы также одалживаем всем нашим друзьям меняемся а здесь вот именно все что они используют для игр ну и рюкзаки так и остались стоять пока нет шкафа это в принципе более-менее я сейчас покажу вам лайфхак смотрите тадам обычно дверь у Игната открыта и ничего не видно пока что будет так в моей комнате полный армагеддон везде со второй стороны страшно показать потому что мы вернулись я побросала вещи все это время не красилась ну как чуть-чуть там что-то недавно и вот дошли руки на того чтобы перебрать весь косметоз поперетирать вот эти контейнеры навести порядок в зарядках в камерах там еще что-то лежит короче страшно что вам сказать конечно если бы я не занималась косметикой частично на своем канале у меня было бы всего гораздо гораздо меньше и я уже сама здесь теряюсь потому что здесь даже пустые баночки есть вот точно это средство закончилось это средство закончилось с душами происходит то же самое некоторые высохли некоторые еще закрыты слишком много всего я стараюсь регулярно не только перебирать свою косметику но и мыть кисточки особенно я не позволяю себе использовать по два-три раза те которыми наношу какие-то жидкие текстуры там быстро заводятся разные бактерии и так как это соприкасается с кожей ну кому нужны потом эти проблемы у меня и так их достаточно с кожей я довольно часто получаю от вас вопросы я думаю что им задаются очень многие девушки особенно те у кого много косметики когда же ее выбрасывать и как долго можно пользоваться например тенями какими-то прессованными продуктами которые зачастую находятся в нашей косметичке гораздо дольше чем например какие-то помады тональные кремы расходный материал скажем так я всегда смотрю на консистенцию на запах и вот какие-то прессованные средства я спокойно использую дольше чем указывает производитель если он не меняет цвет нет никакого запаха чего-то что меня смущало бы там в румянах в тенях я продолжаю этим пользоваться ну а за сроком годности тональных кремов консилеров конечно же слежу и кремовые тени все-все что вот жидкое где могут появиться бактерии сразу идет в мусорку если срок годности истек мими ты что полы моешь что ли я не знаю когда еще переберу эти коробки потому что у нас сегрегация мусора нужно все отделить там пластик бумага и так далее бумагу а Микася ждет когда мы пойдем второй раз гулять да это лапочка ну это зелыце мне маму нужно сторожить я тут в комнате своей сижу а она лежит и охраняет маму путешественница моя она так хорошо себя ведет в машине вот сколько нужно скажи столько я буду ехать лишь бы вместе домик любит с ней ездить далеко если только это возможно мы всегда берем ее с собой вот теперь мне будет удобно только знаете что у меня не помещается все в мой туалетный столик это раз если у вас гораздо меньше всего то будет в принципе окей но я никогда не смотрю в зеркало когда крашусь я все равно беру зеркальце чтобы прямо уткнуться в него носом и краситься еще хотелось бы дозаказать несколько вот таких стаканчиков он у меня из алиэкспресс поищу ссылку для вас и хотелось бы чтобы все были одинаковые я поставила чистые кисточки остальные помою но это уже наверное не сегодня потому что поздно и томик должен приехать и что оставила тональные основы спрей базы под макияж мицеллярку здесь находятся помады и блески которыми я часто пользуюсь о еще знаете что девчонки я перед новым годом купила две одинаковые палетки от туфейст я сама пока что еще не пользовалась не знаю вот моя и когда буду готовить какое-то весеннее видео то вот эту планирую разыграть среди вас так вот здесь у меня еще остались какие-то блески это люкс визаж которые мне нужно попробовать ну не то чтобы нужно просто интересно мне прислали их как-то и я забыла о них поэтому нужно пустить так сказать в оборот здесь у меня румяна тени какие-то пудры на всякий случай вот это очень классная палетка сейчас вот ею пользуюсь где-то перед новым годом получила очень нравится там еще бронзер ну туши средства для лица тоже какие-то корректоры консилеры все для бровей снова палетки здесь нет никакой логики просто я уже настолько привыкла к тому что и где лежит что в принципе окей во всяком случае я разгребла перетерла и мне стало легче я вообще люблю все как-то складывать перебирать меня это очень успокаивает и создается ощущение что у тебя в голове тоже наводится порядок я так релаксирую это новые оттенки матовых теней люкс визаж положила сюда все для того чтобы тоже ими пользоваться и потом рассказать как оно мне это тоже такая палетка с однушками теней ну короче здесь у меня куча всего и я думаю что помимо меня и так никто не понимает что к чему ну как говорится в моем бардаке разбираюсь только я но зато я счастлива что теперь чистенько более-менее все видно но все равно приходится искать карандаши для губ например но это все карандаши которые у меня есть я просто выбираю цвета которые мне нужны здесь тоже помады ну я рассказывала о том чем я пользуюсь иногда стоят какие-то штуки которыми я просто заставляю себя пользоваться например Charlotte Tilbury пилоток ненавижу она так стоит и стоит и все равно как-то только потому что приобрела то наношу на губы ну а здесь помады блески уже масочка для губ вот которые я на каждый день крашу вот независимо от того буду я снимать видео тестирую или нет так это нужно убрать потом для конкурса достану к сожалению это уже давно не бьюти комната это больше мое рабочее пространство здесь я храню практически всю свою технику в этой коробке у меня миллион каких-то кабелей каких-то зарядок нужно их перебрать потому что частью из них я не пользуюсь но я не снимаю на одну камеру у меня их наверное штуки четыре разных плюс телефон это компьютер на который я ввожу экран во время такой стационарной съемки не влогов также по всей комнате у меня разложены переходники потому что у меня аж четыре источника света помимо этого куча штативов вот сейчас я сняла микрофон со штатива потому что снимала как я убираюсь это усилитель звука но не для влогов со влогами я еще разбираюсь лампы лампы и разные тут эти аккумуляторы и также наконец-то включила зарядиться это новый прибор я его купила не так давно но пока что не успела попробовать протестировать это UFO по-моему называется прибор для масок от фарео мне его не присылали это мое приобретение и кисточки которые будут купаться совсем скоро расческу нужно забрать наверх пошла на почту потому что пришло оповещение что какая-то посылка меня ждет оказалось что это новогодний подарок от люкс визаж варежки симпатичные беленькие спасибо большое давайте посмотрим что же здесь внутри а это неожиданно не косметика а конфеты кстати в беларуси они очень вкусные так что благодарю заварю себе чай и съем несколько я сегодняшний день проведу в прачечной я поставила одну стирку мне предстоит еще постирать все темное светлое мне до сих пор очень нравится вот этот органайзер из алиэкспресс также нашлись какие-то купальники какие-то летние вещи которые затерялись куча полотенец это все не складывалось а вот так бросалось на кучу вот это даже практически такого роста как я здесь постельное белье декоративные наволочки если это не разгребать на постоянной основе то потом превращается в кучу непонятно чего поэтому навожу порядок и здесь загружаю новую стирку и хочу показать вам одну вещь это у нас сушилка она бронда симмонс и я посушила только одну партию одежды гляньте это фильтр и вот сколько в нем пыли представляете то есть с одной стороны сушилка это коварная штука потому что она может посушить так что все уменьшится на несколько размеров но если сушить там постельное например да то вот это все попадает в фильтр вместо того чтобы витать в воздухе в наших жилых помещениях вот блин теперь мне придется еще и пропылесосить вот представьте как это все выглядит и чем мы дышим но к сожалению все вещи я не могу сушить в сушилке ну хотя бы частично ставлю новую партию и иду дальше заниматься домашними делами посмотрите что я нашла на чердаке когда-то это была моя любимая фотография меня и Томака я ему много раз говорила сделай такую же прическу как здесь это был какой-то новый парикмахер и постриг его не так как обычно но он ни разу этого не повторил мне кажется ему очень идет но у меня на голове что-то непонятное мы тогда вернулись только из Хорватии такие загорелые отдохнувшие какой-то может быть год ну это по-моему мой первый год жизни в Польше то есть двенадцать или тринадцать лет тому назад от этого нужно избавиться я когда-то хотела продать это платье я надевала его всего один раз на свадьбу в инстаграме даже есть фотография в нем оно такое принцессочное кстати оно было довольно дорогим тогда четыреста злот тогда и сейчас это немало с такими подъюбниками здесь и надела всего один раз причем мы были на свадьбе несколько часов наверное подарю девочкам которым я передаю свои вещи потому что времени продавать нет но оно очень красиво выполнено и буквально как новое привычка которую я выработала в себе давно это не просто складывать все в отдельный органайзер то о чем я постоянно и регулярно вам рассказываю это во-первых проверять в каком состоянии вещи которые я планирую оставить на следующий сезон нет ли там каких-то дырок не растянулась не наставила ли я никаких пятен и также у меня очень много разных комплектов и вот иногда части из них где-то теряются во время стирки ну то есть часть постирала часть еще где-то там лежит в грязном белье но когда я уже это складываю я стараюсь сразу распределять все по комплектам и когда я уже потом достаю это все на следующий сезон я могу быть спокойна что у меня есть целые комплекты то же самое касается купальников вот у меня в одном месте лежит верх и низ и я не знаю как так случилось что после лета они все были где-то там в постиранных вещах но наконец-то я все хорошо организовала поскладывала свою спортивную форму все что мне необходимо на сейчас и в общем теперь я знаю что к следующему купальному и вообще летнему сезону я готова что происходит ты можешь уже сказать что надо а то не могу понять она ходит везде за мной по пятам мы только вернулись с прогулки ты не голодная не паникуй мы никуда не собираемся никуда не едем все хорошо мама занята мика смотрите она ничего не дает мне делать ну что такое чесать чесать надо подружайка ну хорошо чешем перетащила сюда зеркало кстати очень красивое платье от милс карты которое мне подарили перед новым годом но я еще не успела его померить потом как-то обязательно вам покажу но качество восхитительное поубирала все лекарства отсюда часть у меня хранится здесь вместе с градусником потому что иногда там ночью дети приходят но бывают разные ситуации это таблетки для горла и так далее вот здесь в рамочке разбилось стекло я его просто убрала помните я показывала вам баночку в которой собраны разные там приятные послания для мамы когда тебе грустно пока что не открывала держу на реально очень-очень плохие дни это вот из соли сделано муки и соли от захара это тоже мои подарки и так как постоянно в карманах какая-то мелочь находится эти монетки то в стиральной машине где-то теряются то просто выпадают и вот ничего более умного я не придумала как складывать это все и потом периодически забираю и здесь у меня находятся кремы для рук и кремы для ног это то чем я пользуюсь перед сном в своем чистом постиранном белье я нашла несколько кухонных полотенец и также авоську вот такие тканевые сумочки я постоянно использую когда иду за продуктами у меня есть как большие так и маленькие но со временем они пачкаются я их стираю и чтобы они выглядели более опрятно слегка это все проглаживаю глажка в последнее время меня расслабляет как-то умиротворяет и я все это делала в удовольствие я не всегда глажу кухонные полотенца и как же красиво и аккуратно они выглядят когда хоть немножечко пройдешься утюгом а не вешаешь вот такое все помятое это те полотенца которыми мы пользуемся на постоянной основе то есть то чем мы вытираем руки это не декоративные полотенца и несмотря на то что они светлые они все равно хорошо отстирываются я вот нагладила несколько штук и мне хватит на какое-то время девчонки я сегодня как развалюха я не знаю как долго это будет продолжаться такое переменчивое состояние вчера реально мне не только хотелось мне и моглось что-то делать сегодня так как мальчики ночевали у бабушки я не слышала будильник я проснулась после десяти утра что вообще со мной никогда не случается не считая того периода когда я болела и я сходила на почту ну там что-то по дому делала немножечко отписалась на почту ну на электронные письма поотвечала я даже обед не готовила мне резко стало так плохо в четыре часа дня ну то есть всего-то ничего прошло с момента моего пробуждения я пролежала два часа я не спала я просто лежала с закрытыми глазами до последнего надеялась что как-то быстрее восстановлюсь тем более что бывают нормальные дни то ли сегодня все так наложилось у меня еще и проблемы с ЖКТ все время с тех пор как я заразилась и просто хочется рыдать не хочется чтобы было так как раньше еще Тома перенес легче и он уже бегает как электровеник он говорит зачем тебе идти сдавать анализ крови ну хотя бы начал проверить сейчас свертываемость или как там короче параметр д диммер если он завышен то значит кровь нужно разжижать потому что крови разжижающие у нас не назначают мне сказали что очень важно проверить даже во время болезни но так как мы были на изоляции я не ходила в лабораторию вот и Тома зачем типа все будет нормально ну как нормально я никогда не лежала так в течение дня я не могла пошевелиться мне сейчас нужно ехать за продуктами а у меня нет сил Тома поехал за детьми наверное попрошу его чтобы он тоже закупился и вроде как он прошел то же самое но по другому ему наверное сложно мне понять почему я так прилегаю отдохнуть вдруг слава богу он молчит и нет вот этого прессинга ну я не совсем понимаю как сейчас работать как вести быт может это просто день такой просто какая-то жесть очень многие писали что чувствовали себя так же как я после болезни что восстанавливались даже не одну неделю я сегодня не помыла голову не смогла тем более мне нужно было идти гулять с Микой я не хотела выходить со свежепомытой головой на улицу потом как начала тут то 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 это делать и потом не отрубилась но лежала без задних ног сейчас пол седьмого и как дотянуть до вечера еще этот живот у меня болит бесконечно буду выяснять что со мной вы говорите что последствия вылезают через несколько месяцев я не знаю что будет через несколько месяцев если я сейчас вообще не ощущаю себя собой и конечно еще есть один момент это то что навели такую панику что даже когда тебе окей ты начинаешь думать это это нормально или не нормально ты уже сомневаешься во всем ты не знаешь чего ждать ты не знаешь кому обращаться от тебя все шарахаются вообще и когда болеешь когда ты уже переболел это точно это точно я не говорю что такая болезнь которая там ну не знаю проходит как грипп по ощущениям у меня лично это точно не грипп все переносят по-разному то есть необычный грипп даже тяжелый который был в моем детстве простите что я вам жалуюсь просто я показываю да что я там занимаюсь какими-то делами и когда мне хорошо то я на позитивной волне но иногда за кадром очень тяжело и когда все вернется в норму вот это знаете тоже в ожидании какого-то подвоха какого-то ухудшения мне многие написали там что спустя два месяца начинают сильно выпадать волосы клочьями таких сообщений было очень много вплоть даже до сообщений от парикмахеров которые рассказывали о том что приходят постковидные пациенты и чтобы я там закупалась какими-то штуками сразу от выпадения волос я буду решать проблемы по мере их поступления и стараюсь не нагружать себя мы кстати наняли людей которые придут и уберутся то есть помоют полы там окна потому что ни я ни томок мы сейчас не можем это сделать так как раньше но хотя бы какие-то знаете стирка там я не знаю какие-то такие дела ну возможно тоже какие-то клининговые компании и это делают ну что мне будут трусы складывать в шкаф мой хотя наверное это тоже делают но так как я чувствовала себя нормально я подумала что боже ну что ж там не знаю детскую одежду поскладывать игрушки какие-то девчонки это конечно капец как сложно мне практически нет кашля на самом деле это наверное потому что долго лежала ну да давайте наверное сегодня будем заканчивать я не хотела вот так вот грузануть вас в конце влога но понимаю что я вообще никак не могу его закончить вообще не по-хорошему не по-плохому и сейчас актрису я физически не могу включить чтобы как-то по-другому попрощаться с вами будет хорошо и у меня и у вас если вы проходите через то же самое я вас целую обнимаю еще раз повторюсь поправляйтесь восстанавливайтесь берегите себя и не болейте и не только ковидом не забывайте поставить пальчик вверх мне будет очень приятно ваша поддержка мы еще и на детских каникулах сидим поэтому дети тоже с нами постоянно ну вот помимо этих двух дней когда они у бабушки вот поэтому конечно могла бы там на завтрак как-то что-то перекусить но тут нужно детям что-то соображать и так далее по-моему таблетка от головы начинает действовать потому что у меня хотя бы не двоится в глазах все пока-пока целую обнимаю вас надеюсь вы тридцать четвертый год жизни на следующей неделе я встречу чуть более энергично и позитивно чао какао